Самое актуальное и интересное в эфире ОТС. Вы смотрите новости в студии Александра Шарудила. И вот главные темы на сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Использовать математику для решения городских проблем и внедрения уникальных технологий. Летняя лаборатория начала работу в Академгородке. Какие проекты реализуют участники? Вот так ярко и громко завершилась выставка России на ВДНХ. Однако это еще не конец истории. Самый масштабный форум в истории страны завершился, но его наследие сохранят. Чем запомнится выставка Россия? В День семьи, любви и верности 70 супружеских пар Новосибирской области, прожившие вместе 35 лет, получили образные награды и подарочный сертификат на покупку бытовой техники. Как прожить всю жизнь вместе, узнала Татьяна Кияева. Раиса и Александра Еланцевы из Искитима в браке 51 год. Считают, что секрет счастливой супружеской жизни во взаимопонимании и общих интересах. Пара любит петь, участвовать в домашних и городских праздниках. У пенсионеров двое детей, пять внуков и две правнучки. Мы оба учителя. Это первое, что нас объединяло. Второе, мы какие-то такие легкие на подъем, постоянно в кругу друзей, в коллективе. 50 лет в прошлом году мы отметили золотую свадьбу. Свадьба проходила в ЗАГСе. Заново мы женились, заново мы все прочувствовали. Мы получили опять удостоверение. Единственное, что было, если до этого, когда мы женились, столько там были друзья, там были, значит, родители, родственники поздравляли, то здесь нас поздравляли внуки и дети. И правнучка первенькая. Да. Ежегодно 8 июля по всей стране отмечают День семьи, любви и верности. Сегодня в Новосибирском дворце бракосочетания 12 пар получили областные награды, памятные медали и поздравления от губернатора. В семье каждого человека есть разные периоды. Иногда мы переживаем сложности, разлад. Но вы своей жизнью, у кого-то на 37 лет, у кого-то за 60 лет совместной жизни, не один раз заказывали народную мудрость. Миры милые броняются только те же. Поэтому большое спасибо за то, что вы вместе. Поддержка, забота и прощение. Супруги со стажем делятся опытом счастливой семейной жизни и дают напутствие молодым. Знаете, это, наверное, терпение. Терпение и женская мудрость в большей части помогает. И желание, скажем так, сохранить семью в каком плане. Если вы решили с этим человеком жить всю жизнь, тогда живите. Невзирая ни на какие трудности, ни на какие горести. Татьяна Кияева, Антон Мамаев. Новости ОТС. Национальные костюмы, танцы в фонтане и песни разных народов. Выставка «Форум Россия» завершилась в Москве. На закрытии подвели итоги и наградили всех, кто организовывал и освещал мероприятия национального масштаба. Отметили также и телеканал ОТС. Как это было, расскажет Юлия Алиханова. Больше 18 миллионов человек. За 8 месяцев работы выставка «Россия» вошла в топ-20 самых посещаемых мест нашей планеты. По количеству заинтересованных она обогнала даже парижский Ноттердам. Поток туристов увеличивался с каждым днем. Люди приезжали из разных регионов, чтобы увидеть Россию во всем ее многообразии. Ни одно событие в стране так не было представлено в средствах массовой информации. Мы понимали, что без вас не состоится этот проект или эта история. Потому что это не московская история, не столичная. Это действительно должна была увидеть вся страна. И благодаря вам это получилось даже в самых отдаленных регионах нашей страны. С момента открытия на выставке работали 9150 представителей СМИ, 200 из которых иностранные. В эфирах российских телеканалов вышли сюжеты общей длительностью 15 тысяч минут. К слову, это больше 10 суток. Благодаря тележурналистам, печатным СМИ и радиоэфирам можно было наблюдать, как выставка «Форум Россия» объединяет жителей разных регионов, округов и республик. Региональные СМИ внесли не меньший вклад в популяризацию этой выставки. Всех представителей наградили серебряными медалями. За время проведения на телеканале ОТС вышло свыше пяти сюжетов. О том, как менялся стенд нашего региона, как проходили дни Новосибирской области, свадебные фестивали, о выступлениях сибирского хора и многом другом. Эта награда войдет в историю телеканала ОТС, так же, как и масштабная выставка в историю нашей страны. От Москвы до Калининграда. Обойти все регионы за один раз было невозможно. Поэтому люди приходили сюда ежедневно. На каждом стенде их ждали интерактивы и мастер-классы. Чтобы сохранить наследие масштабной выставки, Владимир Путин поручил создать Национальный центр России в Москве с филиалами в регионах. Пока формат какой-то конкретный, он в проработке. Мы только сейчас определяемся. Прежде всего определяемся с локацией, где это будет. Это может быть экспоцентр, это может быть академгородок, это может быть город Новосибирск. Пока еще локация не выбрана, мы будем обсуждать с коллегами. Могу сказать пока точно, что это будет демонстрация самых знаковых достижений нашего региона. Русские и кавказцы, татары и башкиры, буряты и алтайцы, удмурты и калмыки. Творческие номера артисты исполнили под песни звезд эстрады. Вот так ярко и громко завершилась выставка «Россия» на ВДНХ. Однако это еще не конец истории. Вскоре мы снова увидим все регионы нашей необъятной страны, но уже в новом национальном центре «Россия» и в новом формате. Юлия Алиханова, Александр Ведерников, новости ОТС, Москва, ВДНХ. Заставить искусственный интеллект услышать и решить проблему с мусором. В Новосибирске стартовала работа большой математической мастерской. Студенты придумывают технологии, чтобы ответить на сложные вопросы, а после защитят их как научную работу. Какие проекты ждут участников, расскажет мой коллега Иван Деревянченко. В течение двух недель 40 команд из разных стран и вузов разработают технологии для крупных российских компаний. Каждый проект — сложная математическая задача, будь то обучение искусственного интеллекта или 3D-моделирование памятников архитектуры. Помогут им кураторы и эксперты. Математическая мастерская, которая проводится в пятый раз в Новосибирском государственном университете, начиная с прошлого года, стала мероприятием спутником технопрома. Это не случайно, потому что у нас общая задача — объединить науку, технологии и производство и сделать так, чтобы вовлечь в этот процесс максимальное число школьников, молодых людей и просто заинтересованных граждан. Одновременно с новосибирцами решать задачи будут в Томске, Тюмени, Майкопе и Омске. На базе Новосибирского государственного университета 230 участников. Среди соперников и студенты математики из китайских вузов. Есть участники из Узбекистана и Казахстана. Всего 40 проектов. Некоторые предназначены для школьников. За хорошую работу ребята получат 5 баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в УЗК. Есть несколько направлений подготовки. И самое главное, есть исследовательская группа, что для меня лично очень важно, но я думаю, и для всех людей, которые занимаются фундаментальной математикой, потому что понятно, что есть очень много прикладных задач, и они решаются. Но очень важно, чтобы наиболее способные ребята шли в фундаментальную науку. Задачи разные. Например, решают проблемы с переработкой мусора в Новосибирске. Студенты при помощи математических уравнений выяснят, какие отходы преобладают в том или ином районе и как их утилизировать. Другой проект – оценка риска клинических осложнений при аневризме аорты. Обучает искусственный интеллект по изображениям компьютерной томографии, чтобы он мог прогнозировать осложнения при операции и тем самым улучшить результаты лечения. Интересно, что там проходит не только работа над проектами. Очень часто проекты встречаются между собой, как-то беседуют, рассказывают о промежуточных результатах. Все это, естественно, зашито у нас внутрь программы. Нам важно, чтобы помимо технологических результатов, которые получают участники, получались еще и образовательные результаты. Чтобы участники, когда ушли, они не только что-то сделали, но и чему-то научились. Мы же университет, для нас это важно. Мария Токарева с технологиями НАТЫ. Училась в инженерной школе, закрепляла знания, работая с нейросетями. С выбором факультета немедленно, механико-математический. Следующая цель – стать квалифицированным IT-специалистом. Ну, хотелось попробовать что-то новое, попробовать себя. Потому что я получила какие-то знания за курс предыдущий. Хочется получить именно те навыки, которые понадобятся мне потом в работе. Работа разделена на три модуля. Первая неделя – знакомство и разработка проекта. После готовый план скорректируют кураторы. Дальше – финишная прямая. Участники напишут программы и продемонстрируют их перед научными экспертами. Если комиссия одобрит, команда сможет выдвинуть научную работу и технологию на грант. Иван Деревянченко, Андрей Руднев, Новость ОТС. В этом году Новосибирская область принимает более ста соревнований всероссийского и международного уровня. Уже в этом месяце пройдут Кубок России по стрельбе из лука и чемпионат страны по тяжелой атлетике. А в ноябре на площадке экспоцентра состоится чемпионат мира по бильярдному спорту. Сейчас в региональном министерстве спорта формируют календарь событий на 2025 год. Попрошу в августе месяце подготовить доклад о спортивных соревнованиях в целом, о календаре. Подумайте, как это компактно представить. Для любительского спорта, для школьного спорта, для студенческого спорта, для так называемого корпоративного спорта. Чтобы все коллеги узнали, может быть кто-то задумался и принял участие в каких-то видах соревнований или спартакеат. Вы смотрите новости ОТС. Далее в нашем выпуске. Если верить поговоркам, то тот, кого обольет в Иван Купала, будет счастлив весь год. В общем-то, свою порцию счастья здесь сегодня получили все. Фотографии 15 новосибирских исследователей вместе с их научными достижениями размещены на цифровых панелях на крупных магистралях города. Мы могли рассказать о животных, о приютах, об этих собаках, о кошках, понятное дело, не только о собаках, и каким-то образом помочь им финансово. Новые жители Новосибирска. Семьи с новорожденными детьми и тех, кто только ожидает малышей, поздравили в клиническом родильном доме номер 6. Сегодня для этих семей по-настоящему волнительный и трогательный день. Долгожданная встреча родных и близких с малышами. Кто-то впервые стал мамой и папой, а некоторые – родители со стажем. У Любови Панковой трое детей. Совсем скоро в семье женщины их станет еще больше. Моя семья – это моя команда. Часть корабля, часть команда. У нас очень дружная семья, очень веселая семья. Мы заботимся друг о друге, мы помогаем. С учетом того, что у нас папа выполняет долг, родина отдает, он практически все время отсутствует, приезжает к нам, конечно, в гости. И поэтому ребятишки очень помогают, очень выручаются. Новорожденных из роддома встречают не только бабушки и папы. В День семьи, любви и верности для них создали особенно торжественную обстановку. Такими праздниками мы поддерживаем наших молодых мам, поддерживаем молодые семьи. Говорим, что рожать – это хорошо, дети – это хорошо, дети – это важно, это нужно, это счастье. Видим, как родители счастливы, как счастливы мамы, которые буквально вот-вот несколько дней назад родили своих малышей и не отводят от них взгляды. Поэтому дети – это наше будущее. Каждой семье вручили подарочный сертификат, родословную книгу. А для тех, кто только собирается ощутить всю радость материнства – сертификат на комфортные роды в клинический родильный дом номер 6. Президент этот год объявил годом семьи. На уровне государства очень много мер поддержки молодым семьям, молодым мамам. Ну а от себя считаю важным, чем могу, тем тоже помогаю. Много мероприятий проводим для того, чтобы и мамы, и папы, и дети понимали, насколько они нужны, важны для страны, для города. Сегодня для этих семей начался новый этап в жизни. Впереди заботы, первые шаги ребенка и радость от общения с ним. Алена Кузина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Гимназия номер 13 в центральном районе Новосибирска отремонтируют уже найденные подрядные организации. Работы идут полным ходом. Анастасия Шапошникова подробнее. Бетонные стены, цемент и штукатурка. Так сейчас выглядит одно крыло 13-й гимназии. В школе начался капитальный ремонт. Обветшали потолки, полы и стены. Сейчас в планах полностью обновить первое трехэтажное крыло гимназии с подвальным помещением. Когда начали готовить, например, крышу, мы сразу определились, что то укрытие мягкой кровли, которое было, нас не устраивает. Поэтому пришлось вносить некоторые коррективы, чтобы на будущее эта крыша простояла уже не 5-6 лет, а все 10. Школу восстанавливают по народной программе «Единой России». На проведение капитального ремонта и оснащения потратят за два года 110 миллионов 454 тысячи рублей. Все оплаченное оборудование находится на ответственном хранении у поставщика и в учреждении. «Смело, очень профессионально проходят ремонты. Я здесь третий или четвертый раз, сейчас уже не помню. Но на самом деле я вполне удовлетворен темпами, качеством и уровнем исполнения работ. Поэтому все в порядке. 13-я гимназия, я думаю, что в установленное время будет вовремя принимать детей». Укрепят фундамент, отремонтируют кровлю, фасад, соколь и отмостки. Предусмотрено обновление входных зон, лестниц, дверей. Восстановят систему пожарной безопасности. «Комиссия у нас каждую среду приезжает здесь комиссионно, с технодзора все, директор школы, я, директор технодзора, начальник технодзора, инженера, который отвечает за стройку, за вентиляцию, за все по отдельности. И мы каждую неделю, если возникают какие-то вопросы, мы их быстро решаем, ну и также контролируют». В сентябре за новые парты дети еще не сядут. Окончание ремонта намечено на февраль 2025 года. Анастасия Шапошникова, Валерий Павлов, Новости ОТС. Будущее развитие Новосибирска за комплексной застройкой территории. Речь не только о возведении современного комфортного жилья. Бизнес должен быть социально ответственным. Так, в бурно развивающемся микрорайоне «Родники» в скором времени появится новый детский сад и приступят к проектированию школы. Подробности в нашем сюжете. Новосибирск активно разрастается. Современный подход к развитию города уже не первый год заключается в комплексной застройке территории. Как один из примеров, микрорайон «Родники». Новые кварталы здесь возводят не только в концепции «двор без машин», когда внутренняя часть жилмассива исключительно пешеходная, но и стараются максимально оставить в жилой зоне многолетние деревья. Были размещены дома таким образом, чтобы максимально сохранить лес. И в дальнейшем будет на вот этой территории парк. Здесь необходимо будет выполнить зачистку порослей и потом уже приступить в дальнейшем к разбивке дорожек, площадок для благоустройства. Концепция «двор без машин» – это не значит, что автомобиль негде поставить. Проект подразумевает парковочное пространство с внешней стороны домов. Подъезды сквозные. Все больше застройщиков сдают квартиры под ключ. На «Родниках» принцип «заходи и живи» работает уже не первый год. Все квартиры и нежилые помещения с готовым ремонтом. Не менее важным, чем комфорт, является социальная ответственность бизнеса. Надежные девелоперы своими силами возводят поликлиники, школы и детские сады. У нас строится детский садик. Строены, пристроены на 70 мест. На самом деле очень комфортным для жителей будет то, что этот детский сад будет внутри территории. Как раз он будет в том числе недалеко от парковой зоны. Впоследствии этот детский сад после окончания строительства будет передан на безвозмездной основе в наш муниципалитет. В рамках комплексного освоения территории в этом году строители планируют создать 80 тысяч квадратных метров жилья и порядка 6 тысяч квадратных метров помещений общественного назначения. Есть в проекте и возведение новой школы. Андрей Баев, Борис Гладких, Новость ОТС. Герои среди нас. Информационные баннеры мегаполиса познакомят жителей и гостей региона с молодыми учеными Новосибирска и их открытиями. Проект реализует правительство региона. С одной из героинь пообщалась Светлана Шевченко. Ольга Кривородько, доцент кафедры высшей математики физического факультета и кафедры математических методов геофизики механико-математического факультета НГУ. С начала пандемии коронавируса вместе с коллегами работают над системой моделирования и прогнозирования распространения инфекционных заболеваний. Ковид влияет на течение других болезней, в частности туберкулеза. Как именно, это и выясняет математическая модель, которая учитывает множество факторов. От плотности населения в регионе до количества людей, получивших иммунитет. Такая большая площадка данных, которая собирается по всему миру, по всем регионам Российской Федерации. И много ученых, студентов, аспирантов, программистов собрались в одну команду. Наша модель была таким некоторым ориентиром, какие действия лучше применять, ограничительные, в какое время их вводить, либо не вводить. Они будут эффективными, либо нет, с учетом социально-экономической ситуации в регионе. Программы, создающие прогнозы на год, уже пользуются специалисты Минздрава России. Данные на сегодняшний день совпадают с реальностью. Фотографии 15 новосибирских исследователей вместе с их научными достижениями размещены на цифровых панелях на крупных магистралях города. Так, с достижениями Ольги Кривородько можно познакомиться на улице Орджоникидзе. Акция называется «Наука рядом». Билборды на улице Большевистской, Станционной, Нарымской, Петухово, Кошурниково, Восход посвящены представителям самых разных научных направлений. От физики и генетики до языка знания и экологии. В Новосибирской области сегодня более 4 тысяч молодых исследователей. Правительство региона активно поддерживает специалистов. В два раза увеличили количество стипендий и грантов, повысили размер выплат. Я увидела фотографии, мне было очень приятно. Когда мне сказали, что я достойна дать такую информацию, висеть на плакатах города, мне это очень польстило. Я думаю, здорово, что я могу рассказать собой, другим молодым ученым о том, что каждый человек, каждый коллектив может оказаться на моем месте. И мне было очень интересно почитать, какие другие исследования были удостоены такого вот обнародования, результата. О последних достижениях российской науки можно узнать на официальном сайте наука.рф. Акция «Наука рядом» продлится до сентября. Светлана Шевченко, Сергей Жданов, Новости ОТС. Праздничная фотосессия и экскурсия в музей. Семейный праздник сотрудники органов внутренних дел отмечают с самыми близкими. Каково это жить и работать вместе, расскажут мои коллеги. Этот праздник получил официальный статус всего два года назад, но быстро стал одним из самых любимых для многих россиян. И не случайно. Именно семья – самое важное в жизни каждого человека. Сегодня поздравляют супружеские пары, которые посвятили себя службе в транспортной полиции Сибири. Пример будущего супруга – большое уважение и трепетная любовь – привели на службу в полицию Людмилу Травину. Спустя два года, окончив юридический колледж, она начала службу инспектором по досмотру в аэропорту Толмачево. Она изначально еще, когда выбирала, куда поступить, уже изначально хотела связать свою жизнь с органами, поэтому я не препятствовал. Образование юридическое, да. В августе 2024 года супруги Николай и Наталья будут отмечать 23 года совместной жизни. В семье Доценко мальчик и девочка. Сыну Николаю 22 года, дочери Анастасии 14 лет. Чтобы быть как можно ближе к своим детям, родители приняли решение начать общее дело. Помощь в проведении спортивных мероприятий. То есть мы помогаем спортшколе города Болотное, как можем спортивному комплексу «Восток». Не хватает на это времени категорически, но по мере возможности. Но это же еще совместно с детьми. То есть мы все эти данные, все мероприятия, где мы участвуем, принимаем, это же ради детей. Старший сын вырос, то есть дочь подрастает. И за счет этого, где она, там и мы, вот поэтому мы вместе всегда. Для гостей праздника – экскурсия в Музей транспортной полиции Сибири и фотосессия. У каждой из этих семей своя история. Но уже много лет их объединяет главное – любовь и верность своим спутникам, благородный родительский труд, который достоин не меньшего уважения, чем служение закону и людям. Диана Снурникова, Новости ОТС. Пенной вечеринкой отметили Иван Купала в Зайльцовском районе Новосибирска. Праздник для детей и взрослых устроили депутаты горсовета. Такие акции на сплочение соседей проводят на Кубовой и соседних улицах регулярно. Подводные залпы попала и наша съемочная группа. Традиция праздного Зиван Купала уходит корнями далеко в прошлое. В этот день наши предки омывались в водоемах, топили бани и прыгали через костер, чтобы очиститься от грехов и защитить свою семью от болезней и несчастий. Со временем праздник трансформировался. Сейчас в этот день принято обливать друг друга водой. Соревнования водяных пистолетов устроили в этот день в одном из парков Зайльцовского района. Я считаю, что это определенная культура общения, для сплочения. Мы живем все в одном районе. Мы, как сказать, это такая большая семья. Хочется знать людей в лицо. И, соответственно, когда мы на таких мероприятиях встречаемся, мы ближе узнаем друг друга, играем в разные игры. Я считаю, что это очень важно для воспитания наших детей. Мы же выросли во дворах. И мы же там с утра до вечера. Сейчас наши дети все чаще пропадают в гаджетах. А вот такие вот мероприятия, видите, как они радуются и бежат, они очень для наших детей, я считаю, полезны. Аниматоры, конкурс на самый необычный водяной снаряд, танцы и музыка. Это не единственный праздник, посвященный Ивану Купало. В Совете депутатов Новосибирска организовали шесть подобных площадок только в этом районе. Иван Купало – это замечательный повод собрать вместе соседей, для того, чтобы хорошо провести время. Дети очень любят этот праздник. Ну и погода сегодня благоволит этому. Ну что и греха таить, я думаю, что и взрослые, тоже вспоминая молодость сегодня, с удовольствием пришли с какими-то пистолетиками для того, чтобы пообливаться, ну немножко подурачиться, потому что мы все родом из детства. А в завершении вечера всех участников ждал сюрприз – пенная пушка. Если верить поговоркам, то тот, кого обольет в Иван Купало, будет счастлив весь год. Ну, в общем-то, свою порцию счастья здесь сегодня получили все. В том числе и мы, Екатерина Новгородцева, Борис Гладких. Новости ОТС. Превратить актеров в животных, чтобы иначе взглянуть на историю брошенных питомцев. В Доме актера – премьера спектакля «До свидания, о враг». Режиссер-выпускница Новосибирского театрального института. Ее постановку по одноименной повести впервые представили на профессиональной сцене. Актеры на сцене лают, бегают на четвереньках. Они и правда походят на животных. Для подготовки к ролям ребята долгое время наблюдали за собаками. Костюмы и декорации создавали своими силами. И через маски старались передать, как они чувствуют своих героев. Спектакль рассказывает о стае бездомных собак. Цель – привлечь внимание к проблеме бродячих животных. Очень сильно хотела бы открыть свое НКО, именно театр. Вот из-за того, что у меня появился щенок в декабре, мы его назвали «Оскар». Прямо решили, что было бы здорово назвать, открыть НКО, назвать театр «Оскар» и сделать его как благотворительный театр. То есть, чтобы зритель мог прийти, заплатить деньги. И эти деньги пошли не только артистам, еще на что-то, но и чтобы мы могли рассказать о животных, о приютах, об этих собаках, о кошках. Понятное дело, не только о собаках. И каким-то образом помочь им финансово освещать эту проблему. В Новосибирске этот спектакль показывают уже в третий раз. Каждый режиссер старается привнести в историю что-то новое. Не стало исключением и эта версия. В своей постановке молодая команда собрала максимальное количество направлений от театра кукол до мюзикла. У нас есть база драматического актера и плюс куклы. То есть мы учимся и в живом плане выступать, и еще передавать свои эмоции в куклу. Это немного сложнее, это поэтому занимает больше времени. И нам было немного непривычно выйти на сцену, обсудить с режиссером материал и узнать, что кукол не будет. И мы будем в живом плане, наши эмоции. Мы привыкли уже управлять куклой, но в итоге мы думаем, что получилась достойная работа. Все вырученные средства с продажи билетов пошли на помощь приютам для бездомных животных. Дарья Бекасова, Даниил Колпаков, Новости ОТС. На сегодня это все темы. Смотрите записи программ нашего канала на сайте ОТС-ТВ. И еще больше новостей читайте на горсайте. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Дом-небоскреб Гранда от Вира. Бизнес-класс по цене комфорта. Подробности по телефону 230-34-95. Прогноз на 9 июля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске будет пасмурно. Возможно, небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Влажность 50%. Температура ночью плюс 17,19, а днем до плюс 22. В последующие два дня будет облачно с прояснениями. Возможно, небольшой дождь. В среду и четверг плюс 23-25. С вами была Ольга Савельева. До встречи.